Меня зовут Роман, Роман Кучуков. Я вообще по основной своей деятельности, но так получилось, что меня стала интересовать вообще тема современных технологий, как это вообще может быть связано с городом, ну и конечно исследование города одно из моих интересов. И в этом проекте я пытался исследовать, ну то есть тема машинного обучения сейчас практически из-за тюга, наверное, из-за тюга сквозит, да, очень актуально, применяют для многих врослей экономики. И я подумал, что как бы применить это в области нашего градостроительства, анализа карт, просто лежит на поверхности и нужно воспользоваться этим случаем и это сделать. Поэтому в своем исследовании я попытался совместить как раз такую классическую картографию и исследование машинного обучения. Ну, это я сказал, что я тут как бы представляю свою авторскую, наверное, такую студию, IT Tech Chat, и как бы мое основное архитектура и плюс как бы совместить современные вот эти тенденции в проектировании, дизайне и анализе данных, конечно. Итак, вот с чего все началось. Я работал во службе архитектура, где был буквально этот проект год назад. Это на самом деле была концепция развития города Иркутска. Ну то есть мы брали просто Иркутск, как он есть, на самом деле ничего о нем не знали толком, потом со временем дали действительно какие-то более подробные ангисовские карты. А вначале мы просто пользовались OpenStateMap и пытались как-то переосмыслить, подумать, какие там точки роста, куда это можно все развивать. И одна из таких карт была, точнее я вызвался ее делать, это типологизация застройки Иркутска, чтобы понять вообще, что происходит с городом. Потому что очень часто так бывает, что у нас теперь, да, в телефоне везде есть любые карты, любые наборы, но чтобы эту информацию обобщить, не всегда получается. То есть мы видим, что да, есть дома, есть какие-то там дороги, но не всегда понятно, что с этим делать. Иначе сказать, на базе чего строить концепцию какого-то развития. То есть я здесь схожу как архитектор-бедставитель. И вот я предложил, точнее не предложили, а мы как бы с коллегами договорились. А тут есть же, да, это кнопка. Да, здесь вот есть небольшая, конечно, легенда. Разбить город на типы, морфотипы, можно по-разному называть. Это, допустим, квартальная, историческая застройка, советская, микрорайон, понятное дело, ИЖС и современный. Ну, то есть вот такие типы. И я каждый вот этот вот квадратик вручную оценивал, ну, то есть исходя из собственного набора критериев. То есть каждый квадрат, я его присвоил на свой класс. И я подумал, вот если теперь машинное обучение может отличить кота от собаки, а там цифру от другой цифры, то наверняка это вот просто задача для машинного обучения. Ну, то есть тогда я подумал, но я куда-то еще ничего не знал. И вот я стал изучать, думал, то есть все говорят, много мифов, что это такое. Я решил просто попробовать узнать, что это, разобраться с этим. Ну, и понятное дело, что такая классическая задача – это распознавание рукописных цифр. То есть если мы можем распознать их, причем любого почерка, любого человека, если мы можем распознать цифру, то, наверное, застройку промышленную отживую точно мы можем определить по этой карте. И вот теперь непосредственно о меркоде это называется, то есть модель машинного обучения называется модель сверточной нейронной сети. Я как бы не буду гуляться в технические детали, я могу сказать, то есть я воспользовался этой как готовой средой. То есть мы подаем на вход графическое изображение, и через серию фильтров мы получаем некую матрицу, которая нам классифицирует изображение в ту или другую сторону. И особенность даже не машинного обучения, а именно нейронных сетей, то, что она, это не просто фильтр, а она эту информацию запоминает, как бы с помощью системы обратной связи. И чем больше мы подаем на вход изображений разных, которые описывают, есть там машины такой марки, другой марки, чем больше мы этих машин подадим, тем точнее она сможет нам классифицировать, что это машина. Я в своем случае, соответственно, подавал на вход наше изображение, которое я получил из Кругиса. То есть это вот пример застройки центра города, исторической застройки, микрорайон, инфраструктура, то есть нежные объекты. И попытался произвести такой же эксперимент с этими сверточными слоями. То есть машинное обучение, она именно так в двух словах, она создает такую не сетчатую, а многоуровную систему, где происходит, собственно, распознавание. И, собственно, методика. Я думаю, как это вообще? То есть идея родилась достаточно быстро, то есть вот надо взять эти изображения и попробовать специфицировать. Но потом началась такая внутренняя работа, как это реализовать, собственно. И, в общем, у меня родилась такая методика, довольно лежащая на поверхности. Мы берем образцы карт, потом человек, в данном случае я сам, как эксперт, оцениваю их вручную, какую-то небольшую, около 10%, допустим, от всех этих плиток. По этой обучающей выборке у нас получаются точные результаты, то есть принадлежность к данному классу. Потом мы уже берем и обучаем вот эту компьютерную нейронную сеть на этой выборке и получаем готовую математическую модель, которая представляет собой, на самом деле, матрицу с коэффициентами и весами. То есть она смотрит пикси и предпредставит. То есть внутренняя работа у меня такая. И как только мы получили эту модель, мы потом берем весь у нас дата-сет, то есть весь набор, и буквально мгновенно прогоняем через модель и получаем класс. Класс этого образца. И, соответственно, можем без труда практически мгновенно заполнить эту карту. Как бы я первый раз это сделал, и так, мы, собственно, что и использовали. Я использовал наш QGIS любимый, подгрузка к Google и библиотеки машинного обучения для Питона. Керос и Тиан. Они как-то будут связаны. То есть попробовал как бы два мира, два мира сопоставить в одном каком-то проекте. И так. Так, ну, пробегусь по классам. Собственно, в итоге оказалось 7 классов у меня, хотя я изначально планировал больше, но качество не всегда меня не устроило. То есть я себе обозначил уровень 70%. То есть изначально, что если больше 70% точности классификации будет по проверочной выборке, то эксперимент удался. А если меньше, то мне что-то нужно исправить. В итоге остановился на 7 классах. Примерно они соответствуют вот такому кадру, который я рассказал про Икутск. То есть это ИЖС, это вот такой вот Сталинский квартал. Историческая застройка, центр городов, микрорайон. Такая современная многоэтажная застройка. То есть это как будто они... То есть сейчас застройка пытается делать некий квартал, но не всегда это получается на самом деле. Промышленность. Ну и на самом деле здесь больше, чем промышленность. Здесь и промышленность, и инфраструктура. То есть все нежелательные. Ну и торговый центр, как ни странно, тоже там. Потому что они морфологически очень напоминают вот эти вот цеха, поэтому они тоже не сильно к этому. Ну и все, что зелень, ландшафт, ну вот, отнесен к ней к 7 классу. Вот это наш КУГИС, скриншот. То есть это Москва после предварительной моей экспертной классификации. То есть я набросал... На самом деле у меня больше всего времени ушло на написание неких таких скриптов, которые бы просто улучшали, угостряли работу. Чтобы выбрать нужные квадратики, их классифицировать, сохранить нужную папку. То есть на это больше всего работы ушло. Ну, потом я это классифицировал. И задача теперь дорисовать все остальные квадраты, зная, что в конкретной точке у нас находится. То есть знайте класс. И перейдем к результату. Итак, Москва. Здесь около 8 тысяч плиток в итоге обошлось. Плитку можно. Да, плитку размером у нас 600 на 600. То есть здесь сразу перечит... То есть здесь не учитывается результат предварительной классификации. Здесь оно сразу просто так проще сделать. Прогнать через классификатор и определить эти данные. Здесь уже дальше раскраска вот этих холд-классов идет. Например, здесь выключена зелья. Агломерация, да, можно посмотреть. То есть, опять-таки повторюсь, что эти данные получены именно машинным методом. То есть научив классификатор и модель, то есть передав ему свои знания, как это сделать, как это классифицировать, нам компьютер, да, и наша нейронная сеть выдала вот этот вот результат. То есть можно увидеть, где у нас город, как он там у нас разрастается. То есть это больше к агломерации. Это как раз нежилые участки, то есть промка наша, инфраструктура, жилье, то есть жилье целиком и жилье по тем классам, которые я определил ранее. То есть центр у нас историческая застройка. Дальше вот это розовое, это вот такие сталинские кварталы, где-то в центре, и обрастают микрорайонами. Вот это сиреневое, это вот маркеры, то есть они не всегда угадывают точно, но это маркеры нового жилья. Ну и, понятное дело, сеть, сеть ИЖСов, СНП в Украине. Ну и фрагменты. Опять-таки скажу, что точность где-то 70-75%, что для такой маленькой выборки, у меня где-то было тысяча в итоге, а, да, важное такое методическое указание, что я собрал вот эти вот образцы микрорайонов сразу, то есть у меня было пять городов, это Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород и Москва. То есть я такой из каждого городов собрал образцы как бы в единую базу данных, чтобы эту модель можно было обучить сразу на всех примерах. То есть модель обучалась сразу по всем городам. То есть только подаст церковь. И точность где-то получилась 70-75%. То есть вот заняло, раз выше. То есть в трех из четырех случаях она выдавала такой же результат, который я экспертно определял предваритель. Где-то она попадала, конечно, где-то не важно. Ну то есть, понятно, центр города, можно там увидеть здесь стадион олимпийский, он отнесен как такой крупный объект к промышленности. Вот, например, вот эту вот стройку он определил как... Ну стройки я тоже относил к нежилью. Стройку, например, он тоже определил здесь. Ну какие еще интересные объекты? Понятно, здесь вот промышленно. Не промышленно, а такой индустриально-спортивный комплекс для Динамо. Зил. Зил здесь вот такое же... Не жилье, а такая зона вокруг набережной Даниловской, кажется. Ну да, желтое, напомню, это... Желтое, это как бы микрорайон. Желтое микрорайон, а оранжевое, это как бы старое микрорайон. Можно так сказать. То есть это старое микрорайон, желтое – это новый микрорайон. К сожалению, вот, может быть... Можно дело за 20 градусов, может быть, за ним, мы все еще с вопросами. Ну да, да, то есть где-то лучше, где-то... Вот этот кадр может быть не самый удачный, к сожалению, для меня. Но там сложная очень. Да, сложная застройка, то есть он может быть не всегда отлавлен. Ну допустим, если у нас тот проспект, да, Ленинский, вот он его определил как такую сталинскую застройку более-менее точную. Вот он определил вот это новое здание, как вот такой признак, признак именно современного строительства. Где он еще определил? Ну, понятное дело, парк, где-то воробьем у него, да? То есть в целом, в целом можно сказать, что в этом получился смысл. И, то есть это был изначальный эксперимент, и в общем он удачный. Соответственно, пойма Москвы реки, очистные сооружения. Да, вот такая вот именно жилая зона какая-то крупная. Ну, в общем, по Москве, пожалуй, все. Ну и пять других городов, я их просто быстро, быстро раскачу. Соответственно, Казань. Центр города, какие-то поселки по краям. Промышленный пояс, ну и какие-то крупно-зеленые объекты. Нижний Новгород, к сожалению, почему-то очень шумно оказался. Не знаю в чем, очень много ошибок. Вот красного, скорее всего, здесь точно нет. Но, видимо, то ли качество для него, к сожалению, не очень точно. Но, тем не менее, есть центр города, есть какой-то промышленный пояс активный, ну и какая-то микрорайонная застройка тоже. Самара. Самара, я вообще учился в Самаре, кто-то знает этот город. То есть вот старый центр города здесь на носу. То есть слияние двух рек с Самарой и Волгой. То есть такой обширный, вот это здесь улица Победы. Обширный такой вот сталинская застройка. И вот такая новая застройка, скорее вот она тяготеет, вот ближе к реке. И здесь вот такие коттеджи, коттеджные поселки внутри города. Можно так перечислить. Седьмая поселка, восьмая поселка. И вот тут огромный такой, не садовый, а частный, частная деревня. Она, можно сказать, такая внутренняя, входит в город. Это вообще не так называется. Это аэропорт. А? Это аэропорт, там полоса. Здесь? Да. Это на самом деле аэродром. Аэропорт в другом месте. Это именно военный аэродром. Ну и здесь вот тоже пояс таких объектов. Про Екатеринбург никогда не бывал. Вот только могу показать вам эту картинку. То есть да, какой-то насилий. Тоже натравливал. На севере. А это уралмашка, на севере. Да. А вот розовенький снизу слева, это академический. Да, академический. И вот я на него на самом деле как бы тоже натравливал этот алгоритм. Потому что я точно занимаюсь по работе этим академическим. Я как бы брал его как пример. Ну, можно сказать, вот такая картина. Ну и собственно, да, это можно применять. Плюс технологии в том, что алгоритм можно тренировать ну вообще каким угодно способом. Главное иметь много данных. Вот фишка в том, что если у нас есть много данных, мы можем на что-то его классифицировать как-то. Причем, что как я взял просто картинку, просто по изображениям. А можно также по просто объему табличной базы там собирать параметры. Ну, соответственно, это схемы территориального планирования. То есть разработка неких, то есть это для помощи, принятия решений, разработка стратегической концепции, аналитика. Вот все, что с этим связано. Дальше это каких-то поиск объектов, которые не нанесены на карту по каким-то причинам. Там линии лэб, еще что-то. Поиск свалок несанкционированных, если это потребуется. То есть, как я брал, целый большой кусок, 600 на 600. А в принципе, там можно дальше дробить этот квадратик на более мелкий. То есть, там производитель поиска. Ну, то есть, куда этот алгоритм применять еще есть возможность. Ну, понятное дело, инфографика. Ну, и, конечно, какие-то инсайты, когда мы какую-то видим целостную, какую-то обобщенную картину. То, что мы могли раньше не видеть, мы не можем это наконец-таки увидеть. Проводить такое. Ну, и под конец, я когда выложил на... Под конец выложил в форум, вот как раз в фейсбуке, в группе, картография. Да, да. Там один из пользователей, не забыл, как и вы, не используя. Уже заработал денег. Да, да, да. Ну, кто создатель? Андрей Вшововый, да? Подбежал с целью партии футбола, все понял. Ну, если только какую-то партию футбола, то нужно как бы отметить, как возможно, есть вариант использования. В общем, спасибо за внимание. Буду рад, если ты свяжешься со мной при пенухоли. Аплодисменты. Ночная видеокарта. То есть я буквально за... То есть когда у меня все было собрано, осталось только нажать на кнопку. То есть у меня буквально за вечер я все изгонял. Помни, пожалуйста, насколько разнообразной и велика была обучающая руброка. Ну, мне удалось собрать, если я не ошибаюсь, у меня есть страница в блоге. Она есть в ВКонтакте. Короче, там 1273, если не ошибаюсь, обучающая. И проверочная в этом 25-30%. Это где-то около 600%. Ага. А насколько она была разнообразная? Это был один город или разные? Разные. В том, что спешка была в том, что я как бы это продумывал на этапе методики, что он из каждого города собрал, то есть там микрорайон из Москвы, микрорайон из Екатеринбурга и такую солянку делал. То есть чтобы это как-то и выборка была побольше, чтобы она на все города работала. Начал. С техплодами, как это было. А ты просил работать в пределах определенных границ, в принципе, на Москву, на все эти города, они есть? Кто вытащить? Ну, например, границы промышленных зон, жилых зон, не искать только в пределах. Нет, задача была не в этом. Задача была вот этого эксперимента, чтобы мы ничего не знаем про город, вообще ничего не знаем про город. У нас вообще нет никаких данных, кроме Гугла. Все. И давайте что-нибудь попробуем из этого и извлечь. Ну, то есть, потому что данные могут быть ошибаться, они могут... А как бы карты Гугла, они все к общему знаменателю приводят, и мы можем сделать это более-менее как бы репрезентативно для всех городов. Поэтому такая вещь. В мире уже нет таких вот методов, вообще никакой информации больше. Ну, вот именно, что... Космоданных нет, да и то космоданных там, я понимаю, там полметра, да, хорошо отрабатывают. По лансату это не будет работать, опять-таки. Ну, по источнике. Ну, то есть, в принципе... Вот в сфере ДЗЗ, вот так, да, вот этот холивар был весь в Фейсбуке, да, вот у него свыше. Там были представители, ДЗЗ же, но у нас вообще нет. А ДЗЗ, я просто... Дистанционное зонтирование земли, да. Да, ну не знаю. Сидят представители, да, которые там... Мы видели, что там он там софт для этого сделал, был сделан там еще 10 лет назад. Николай никогда, в принципе, так вот на городскую территорию особо не считал. Потому что мы прекрасно все понимаем, что создать тысячу массов определенных по своим характеристикам, сделать из них библиотеку, это много только безумцев, которые очень много времени, типа у вас, наверное. Но это все, кто получил, наверное, забивали. Подмосковье, например, делали только классификацию коттеджных застроек по их стоимостным параметрам. То есть, в принципе, отсекали... То есть, точно так же обучающие выборки фигачили по параметрам двух- или трехэтажными преобладающих. Соответственно, двух-трехэтажки сразу ранжировались типа элитные коттеджи. Одна из старых развалюхи считали, как, в общем, убогие поселочки памятным делали идеомархетинг и благоисследование. Вот это вот делалось. Так, чтобы на города действительно никогда ничего не делалось. Почему? Потому что, как это отмечали, да, там, товарищи, что есть куча дополнительных других дамок, которые его... Ну, типа, это бы не нужно. Ну, тут именно... Ну, сама идея, она очень классная. Если вы вот эту библиотеку тысячу своих вот этих наборов оформите и дадите в открытый доступ, это будет очень круто. На самом деле, это, вот, я бы сказал, ваша первая задача с этим, этим поделиться. Почему? Потому что сразу начнут отрывать с руками и с ногами всевозможные страны третьего мира. Китай, 11 Америка, Африка и все. Ну, а, ну, там ты делаешь, что базу можно натравить, то есть на различный, то есть на различный масштаб, на различные, там, технологии. Она, в принципе, натравлена даже, и Google делает то же самое. Да я уверен, что он делает, просто я просто удивил. Дайте ее в Россию, и будут с этим работать.